В сентябре прошел Всемирный день туризма. В рамках празднования этого дня был объявлен конкурс «Наш туристический маршрут». Ребята должны были подготовить историю возведения памятников города и организовать экскурсию по местам их дислокации. Подробнее в нашем следующем сюжете. На предложение провести экскурсию откликнулись несколько корпусов четвертой школы. В рамках экскурсии по городу провели конкурс среди учащихся. Ребята совместно с преподавателями приготовили интересные рассказы о достопримечательностях нашего города и составили свой собственный туристический маршрут. Сегодня откликнулись учащиеся четвертой школы пятого корпуса, которые подготовили очень интересную экскурсию по нашим достопримечательным местам и по нашим памятникам войск славы. Например, я вот очень много была на экскурсиях, но некоторую информацию я узнала впервые. То есть информация очень познавательная. И мне кажется, ребята подошли очень старательно, со знанием дела. То есть экскурсию провели, я думаю, что на достаточно хорошем уровне. Стартовал маршрут от пятого корпуса четвертой школы, где и обучаются юные туристы. Первым объектом стал памятник Бородинскому хлебу в микрорайоне Дубняк. Ребята долго и внимательно слушали историю возникновения, а в конце все вместе прочитали отрывок из стихотворения Бородино. По словам учеников, этот памятник им понравился больше всего. Мне очень понравилась экскурсия, потому что девочки сказали много интересного, я много узнала. Больше памятник мне понравился Бородинский хлеб. Я узнала о нем много нового и интересного. Юные туристы посетили памятник воинам-интернационалистам и 24-й гвардейской дивизии, а завершилась экскурсия на центральной площади города. Организаторы и преподаватели отметили, что ребята достойно подготовились к экскурсии. И рассказать про памятники у школьников получилось не хуже, чем у экскурсоводов. Своё стратегическое назначение армия выполнил с честью. Они не дали войскам Маншейна прийти на помощь к Фаулюсу. 5 декабря эшелоны с гвардейцами и техникой выехали из Тамбова по направлению к Сталинграду. Можно с уверенностью сказать, что это не последняя экскурсия по городу, организованная школьниками. Ведь своего слова не сказали ещё учащиеся школы номер 3, а у них должно получиться не хуже. Владимир Иванов, Вячеслав Михайлов, Новости ТВ Рассказыва.